Как дела? Как жизнь ваша? Давно не виделись. Мне тут рекомендовали не смотреть на камеру, когда я за рулем, поэтому я буду смотреть больше туда. Но если что, иногда я буду вам подмигивать. Здравствуйте! Вы находитесь на канале Дмитрия Трофимова. И я, тот самый Дмитрий Трофимов. И сегодня мы с вами поговорим о состоянии. А именно о состоянии во время общения. И это тоже очень важно. Если вы знаете очень много разных техник по теме общения, вы молодец, вы уже крутой. Но если у вас отсутствует определенное состояние во время общения, то ваши техники будут работать на 50%. Потому что если вы будете применять техники от вашего состояния, то ваша эффективность, ваш результат по общению многократно усилится и увеличится. Станет круче, станет великолепнее. И сегодня мы поговорим о первом важном состоянии, которое вы можете уже начать тренировать сегодня, прямо сейчас. Оно называется «Мой старый друг». Запомните! «Мой старый друг». Эту технику можно применять, если вы встречаетесь с каким-то авторитетным лицом. Это может быть начальник, руководитель, это может быть какой-то специалист, важный, неважно кто. То есть эту технику можно применять даже при знакомстве с мамой, если вы идете и знакомиться с родителями своей девушки, либо парня. Помимо этого, если вы хотите, чтобы человек стал вашим другом, допустим, у вас такая задача, вам нравится этот человек, эту технику тоже обязательно нужно применять. Окей, что это за техника «Мой старый друг»? Что это за состояние? Допустим, вы в новом коллективе. Вы начинаете общение с каким-то человеком, которого вы ранее не знали. Допустим, вы в какой-то группе оказались. Опять же, вы, может быть, знаете каких-то определенных людей, но большое количество людей вы не знаете. И, может быть, вам понравился какой-то человек. Или, может быть, вам необходимо каким-то образом воздействовать на другого человека. И ваша задача посмотреть на этого человека. И ваша задача, когда вы общаетесь с этим человеком, вызывать у себя состояние, как будто бы вы этого человека, знаете, уже тысячу лет. Вы можете усилить это состояние. Вы представляете, что вы скучали по другу, что вы хотели с ним увидеться, и, наконец-то, эта встреча сейчас произошла. И вы с ним разговариваете. Вы так рады, вас так прет, что вы соскучились по нему. Вы вызываете вот это состояние «мой старый друг», плюс «я скучал по тебе», как рад, что я тебя сейчас вижу. И вы стараетесь это состояние у себя вызывать. Именно от этого состояния вы начинаете разговаривать с ним. Именно от этого состояния вы начинаете включать петлю общения. Опять же, ссылка сейчас появилась про петлю общения. Именно из этого состояния вы можете включать словесную импровизацию. Опять же, упражнения на словесную импровизацию тоже есть. Именно от этого состояния вы можете включать игру эмоций, игру ролей. И тоже, опять же, на моем канале это все есть. Вы включаете это состояние и разговариваете. Разговаривайте, не останавливайтесь. И что произойдет далее? Первое, что произойдет, когда вы будете включать это состояние, это ускорение сближения с этим человеком. Если это группа людей, то значит будет ускорение сближения с группой. Помимо этого, человек, который с вами общается, начинает испытывать определенные состояния. И они могут быть точно такие же, которые вы испытываете по отношению к нему. То есть, опять же, он будет чувствовать, что он вас уже знает тысячу лет. И ему будет приятно с вами общаться. Еще один бонус, еще одна плюшка, это ваше расслабленное состояние. Вы не будете напряжены, вы не будете постоянно думать, что мне сейчас сказать, как мне произвести впечатление, боже, как мне зацепить этого человека. У вас не будет вот этих тревожных мыслей, потому что вы будете у себя вызывать состояние «мой старый друг», и вы будете общаться с этой позиции. Соответственно, не может находиться сразу у вас внутри два состояния – тревога и «мой старый друг», как рад я тебя видеть. Не будет такого, поэтому у вас будет состояние «мой старый друг». Помимо этого, вы вызываете доверие у собеседника, что тоже очень важно во время общения, потому что благодаря доверию, опять же, люди лучше понимают друг друга. Ну и все-таки я считаю, что общение должно быть в кайф. И именно от состояния друга «мой старый друг», как классно, что я вот наконец-то тебя увидел, вы создаете именно вот эту кайфушечку во время общения. А это очень важно, да? Я считаю, что во время общения создавать кайф – это очень важно. Окей, подводные камни. С чем вы можете столкнуться во время применения этой техники? Первое. Вы не можете долго держать состояние «мой старый друг». Ничего страшного, его не нужно держать долго. Сколько получается, столько и держите. Пропало, продолжайте общаться, потом через некоторое время опять включите это состояние. Опять пропало, через некоторое время опять включите это состояние. Даже 2-3 секунды – уже хорошо. Можете дольше – очень хорошо. Но нет задачи постоянно держать это состояние. Да как бы и не нужно. Следующий подводный камень – собеседник может сопротивляться. Например, это руководитель, и он все-таки привык общаться с позицией «доминатор». А вы, получается, общаетесь с позицией состояния «мой старый друг». И такой человек может сопротивляться вашему состоянию. Он будет всячески пытаться каким-то образом выйти из состояния, что он ваш старый друг. В этом случае, ребята, просто не сдавайтесь. Продолжайте общаться с ним по-доброму и состояние «мой старый друг». И в какой-то момент он сдастся. Во-первых, он это делает ненамеренно и не специально. Он не осознает, что сейчас он сопротивляется вашему состоянию. Он просто на автоматическом режиме включает у себя авторитет. Если это какой-то начальник или руководитель, либо это, может быть, парень, либо девушка, которые любят доминировать в общине. И в какой-то момент они все равно изменятся. И главное – ваша настойчивость. Может быть, даже не на первой встрече это произойдет. Их состояние изменится не на первой встрече. Может быть, на второй, на третьей. Ну, точно это произойдет. Просто не сдавайтесь. И третий подводный камень – это ваша тревога. Например, если вы все-таки в новом коллективе, либо с новым человеком, бываете, нервничаете, бывает, у вас включается тревога, и вам тяжело включать состояние «мой старый друг», просто потренируйтесь дома. Потренируйтесь дома. Пять минут в день достаточно. Представьте какую-то ситуацию. Представьте новых незнакомых людей. И попробуйте включить это состояние на этих определенных людях. Попробуйте. Пять минут в день. Ну, на протяжении пусть будет неделя, либо две. Я думаю, что у вас строится это намного быстрее. И давайте еще раз вспомним, как включается техника. Она состоит из двух этапов. Это включение техники и углубление техники. Первое. Ты мой старый друг. Вы вызываете у себя состояние, что это ваш старый друг. Углубление техники. Вы представляете, что вы так соскучились по этому человеку, что вы его не видели уже так давно, и так хотели с ним встретиться, и вот, наконец-то, вы встретились. Вау, Михаил, как давно я тебя не видел. Ну, иди сюда, мой мальчик. Это углубление. Техника состоит из двух пунктов. Ну, и на сегодня все, мои дорогие телезрители. Надеюсь, вам понравилась эта техника. Надеюсь, вы будете ее применять. И, конечно же, вы поделитесь своими результатами в комментариях. Также напоминаю, что нужно поставить лайк под этим видео, чтобы я замотивировался продолжать вам разные всякие техники давать, в том числе и по состоянию. Потому что мой старый друг – это не единственное состояние, которое вы можете себе вызывать. Поэтому поставьте лайк, если вы хотите еще больше увидеть крутых техник по состоянию. Помимо этого, подписывайтесь на мой канал. И, пожалуйста, ребят, если вы видите и понимаете, что мой канал крутой, рекомендуйте своим друзьям, рекомендуйте своим родственникам, знакомым, кому угодно. Рекомендуйте у себя. Может быть, так, опять же, на стене скиньте, в социальных сетях. Главное, скажите, вот, какой офигенский чувак, и он может тебе помочь, и может мне помочь, и может всем помочь. Напоминаю, также, что у меня есть в ВКонтакте моя страничка личная. Вы можете посмотреть, чем я вообще занимаюсь, помимо видео, которые я снимаю. Также у меня есть телеграм-канал, где мы обсуждаем разные интересные штуковины. И, в общем-то, на этом все. Я желаю вам как минимум 2 миллиона долларов хорошего настроения, здоровья, здоровья. И пока-пока. Здравствуй. Мы давно с тобой не виделись. Как у тебя дела, мальчик или девочка, которая ставит мне дизлайк? Ты все продолжаешь это делать? А я все напоминаю, кто ставит дизлайк, тот лоша. Тот, эм... Тот, тот, тот... Эм... Кто ставит дизлайк, тот унылая какашка.